Прямой эфир наш продолжает новости. С ними познакомим и вас. Я Лаура Жакопова и сурдопереводчик Ширын Кушбанова. День добрый. Китай официально подтвердил свое участие в международной выставке Экспо, которая пройдет в Астане в 2017 году. Об этом стало известно во время визита первого заместителя министра иностранных дел Казахстана Рапиля Жушибаева в Пекин. Официальное подтверждение вручил председатель комитета по содействию международной торговли Китая Диан Цвен Вэй. И таким образом КНР стала 39-м из 149 государств, официально принявших приглашение на участие в международной выставке. Китаю, обладающему большим опытом в проведении подобных крупномасштабных мероприятий, будет отведен большой павильон в выставочном зале. Чувствуется очень большой интерес китайских компаний в работе нашей выставки. И, конечно же, все хотят использовать площадку Астаны для показа новейших технологий, внедрения, ноу-хау и тех разработок, над которыми сейчас работает Китай. Китай сегодня заинтересован в поиске альтернативных источников энергии, так как каждый год сокращает использование угля. В 2022 году, к началу зимней Олимпиады, Китай планирует существенно улучшить экологическую ситуацию в стране. Переход к новой экономической политике не отразится на заемщиках фонда ДАМУ. Вот такое заявление сделали сегодня его представители. Связано это с тем, что финансирование субъектов малого и среднего бизнеса осуществляется в тенге. Однако есть и те, кто получал займы в иностранной валюте. И доля таких предпринимателей составляет чуть более 3% от всех заемщиков фонда. Впрочем, их денежные риски застрахованы. Кроме того, планируется привлечь третий транш Азиатского банка развития на сумму 228 миллионов долларов США. Роль фонда ДАМУ в этом случае рассматривается как буфер обмена, так как кредитование будет осуществляться в тенге. Планируется, что более 1300 заемщиков будут участвовать именно в рамках программы денег Азиатского банка развития. Будет создано более 3000 рабочих мест. Таким образом, учитывая отсутствие зависимости от колебаний курса доллара США, программы фонда ДАМУ являются действующими и жизнеспособными. И при наличии необходимости в кредитных ресурсах фонд рекомендует предпринимателям воспользоваться предполагаемыми фондом программами поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. Отмена валютного коридора открывает новые возможности для товаропроизводителей, считают в Западно-Казахстанской области. Регион граничит с пятью областями России и крупные промышленные производства поставляют продукцию на приграничные рынки. Вот, например, предприятие по обработке стекла отправляет в соседнюю страну до 80% готовых изделий. Кодовой объем переработанного стекла на Уральском заводе перевалил за 2 миллиона квадратных метров. Причем само стекло покупается в России. Здесь его обрабатывают в печах закалки. Если обычное стекло выдерживает перепады температур в 40 градусов, то устойчивость закаленного втрое выше. Заказывают заводу и многослойные триплексы. Благодаря специальной полимерной пленке между слоями, такое стекло способно защитить от взломов и даже от пулей. Сейчас, благодаря корректировке курса валюты, заказов стало больше. Значит, и для рабочих стабильный заработок. Работа кипит. Вот с вчерашнего дня у нас еще заказы больше стали. Две смены работаем с утра до вечера и ночи. И, естественно, отгрузки тоже каждый день. Больше покупать стали и местные строители, которые раньше завозили материалы из соседних Самары и Саратова. Отечественные товары не только качеством лучше, но и дешевле импортного. Для нашего производства, я так думаю, что это, наоборот, плюс. Так как мы экспортно-ориентированы, а именно на Россию, то рублевая выручка у нас, считай, составила, теперь на 30% выгоднее стало по отношению к деньги. Поэтому я думаю, что это более позитивные моменты. Кроме того, наши казахстанские клиенты, которые потребляют продукцию нашего завода, я думаю, начнут заново работать, потому что во время маленького курса рубля они останавливали свои маленькие предприятия и просто завозили из России, потому что это было выгодно. Казахстанский товар будет более конкурентоспособен в соотношении к российскому товару. И у наших предприятий, товаропроизводителей, начнутся продажи намного больше, чем было. Стоит отметить, что регион экспортирует стекло и трансформаторы, консервы и колбасы, нефтегазовое оборудование и полимерные трубы. Сейчас все эти предприятия получили хороший стимул и готовы увеличить производственные объемы. Потогос Базарбаева, Руслан Газитов, Канат Махмутов, Уральск, 24КЗ. Цены на лекарства первой необходимости в Казахстане не изменились. Специалисты Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности Минздрава нашей страны провели мониторинг цен самых востребованных медпрепаратов. А мы напомним, примерно полгода назад Минздрав заключил меморандум с фармацевтическими ассоциациями по сдерживанию цен на лекарства и изделия медицинского значения. И главная цель документа – поддержать социально уязвимые слои населения. Всего на контроле 200 наименований лекарств. Это противовоспалительные, обезболивающие, жароподнижающие препараты, некоторые виды антибиотиков, а также шприцы и бинты. Жертвами конфликта в Йемене, который продолжается с марта этого года, стали почти 400 детей. Более 600 получили ранения. Такие данные приводят представители ЮНИСЕФ. По их прогнозам, к концу года от нехватки еды будут страдать порядка 2 миллионов несовершеннолетних в стране. За последние два месяца здесь были закрыты более 3 тысяч школ. Из-за войны 10 миллионам местных жителей необходима срочная гуманитарная помощь. Осложняет ситуацию и тот факт, что не хватает лекарств. В стране быстро распространяются инфекционные заболевания, такие как малярия и лихорадка Денге. 80% населения не имеют доступа к чистой питьевой воде. Боевики террористической группировки Ирака и Леванта продолжают уничтожать древние храмы. По сообщениям информагентств, экстремисты взорвали храм Баал-Шамин в Пальмире. Это уже не первый случай разрушения памятников в древнем городе, но столь монументальное сооружение уничтожено впервые. А несколько дней назад террористы обезглавили 82-летнего главного смотрителя античного комплекса. Напомним, боевики Тегил захватили Пальмиру в мае этого года. Древний сирийский город входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Но археологи опасаются, что в ближайшее время от него останутся лишь руины. Президент Южной Кореи Пак Инхе требует извинения от КНДР за подрыв своих солдат на мине в демилитаризованной зоне. Двое военнослужащих в результате лишились ног. Это произошло в начале августа, но Пхеньян по-прежнему отрицает свою причастность к установке взрывных устройств. В свою очередь, северокорейские власти требуют от Сеула прекратить вещание пропаганды из громкоговорителей. Попытки КНДР уничтожить устройство спровоцировали взаимные арт-обстрелы. Сейчас обе стороны ведут сложные переговоры по урегулированию конфликта. Северная Корея должна принести извинения и предотвратить провокации на границе. В противном случае наше правительство не прекратит трансляцию. Меж тем, СМИ сообщили, что Вашингтон и Сеул обсуждают вопрос размещения стратегических американских сил на юге корейского полуострова. По данным агентств, речь идет о бомбардировщиках и атомной подводной лодке, которые планируются задействовать в совместных военных учениях США и Южной Кореи. Наша армия хорошо подготовлена. Если Северная Корея продолжит провокации, наш ответ будет беспощадным. Правительство Тувалу готовится переселить свой народ в Австралию и Новую Зеландию. Для этого власти намерены выкупить земельные участки в этих странах. Такое заявление сделал премьер-министр островного Тихоокеанского государства. Решение вызвано опасениями за его будущее. По прогнозам специалистов, в ближайшие десятилетия Тувалу может уйти под воду. И то же самое угрожает еще одному Тихоокеанскому государству – Кирибати. Это связано с климатическими изменениями. Уровень мирового океана за последние 60 лет заметно поднялся. Из 39 обладателей знака Алтенбельг, не получивших государственный грант, 23 выпускника зачислены в университеты на бесплатное обучение. Свои гранты выделили ректоры вузов. Такую информацию сегодня озвучил представитель Министерства образования Серик Умербаев. Он отметил, что до конца года процедуры зачисления осталось всего два дня. И за это время министерство намерено найти оставшихся отличников и помочь им с поступлением. С 23-мя ректора уже поработали. Это наши ведущие национальные вузы, государственные, региональные вузы, частные высшие учебные заведения. Они приняли Алтенбельгец. Остальные мы сейчас ведем обзвон. То есть с каждым обладателем знака Алтенбельге мы по адресам будем с ними работать конкретно. У нас еще два дня есть. Кроме того, Серик Умербаев заявил, что переход на свободно плавающий курс Тенге не повлияет на стоимость обучения в вузах Казахстана. Как правило, у нас высшие учебные заведения, ректора высших учебных заведений устанавливают стоимость платного обучения на уровне стоимости гранта, чтобы между студентами платного отделения или бюджетных отделений особой дифференциации не было. Поэтому ректора не планируют повышать стоимость обучения. Я как ректор Павлодарского государственного университета приглашаю всех выпускников со знаком Алтенбельге поступать в Павлодарский государственный университет. Мы готовы предоставить свой грант. Цена на обучение коммерческого договорная подниматься не будет. В Костанайской области, несмотря на аграрную направленность региона, пытаются развивать туризм. С начала года эту часть Казахстана посетили более полутора тысяч иностранцев, хотя доля этого въездного туризма, признают чиновники, довольно мала. Из 117 местных турфирм большинство работает на дальние зарубежья. Игорь Нидерер побывал в санатории «Сосновый бор» и попытался доказать, что интересные объекты для посещения есть и в самом целинном крае. То, что это жемчужина северного Казахстана, по-моему, должны все знать. Александр Захарченко приехал в «Сосновый бор» вдохновляться. Предосенний порой, уверен он, деревья приобретают необычную выразительность. Вот такая она, северная природа. То есть близкая по душе. Если душа воспринимает, значит, это твое. В увидании есть свое очарование. А чуть ли не стихи, да? В регионе четыре дома отдыха, две турбазы и семь детских лагерей. Но это место – жемчужина. Бренд. В конце 60-х было принято решение начать строительство первого в северном Казахстане дома отдыха для целинников. Но нужно же хлеборобам где-то отдыхать. Сюда пришли геологи искать питьевую воду. Но искали питьевую, а нашли минеральную. И еще вот это. Из князей в грязи. Сульфатно-натриевая природная смесь с высоким содержанием сероводорода полезна для опорно-двигательной системы. Такая грязь по составу только у нас. Обладает тремя действиями. Химический, тепловой и раздражающий фактор. То есть улучшается питание в мышцах, суставах. Такой расслабляющий эффект грязелечения. 22 вида процедур. Самые продвинутые отдыхающие знают о них немного больше. Надо лечиться и получать местные минеральные воды, которые для человека гораздо полезнее, чем адаптация после Баден-Бадена, после Чехии и Венгрии. Мария – искусствовед. Она считает, хорошо, что теперь казахстанцы стали больше ценить достоинства родной природы. Но все ли мы сделали, чтобы развивать местный туризм? Почему до сих пор люди продолжают ездить? За рубежи. Потому что там довольно высокий уровень сервиса. И при этом вполне адекватный, даже порой низкий, и причем очень гибкие цены. Если кому-то нужен безупречный сервис, то только не Анатолию. Его кредо – преодолевать трудности, пусть даже и спустенные. Именно поэтому парень уже два года в этом экстрим-парке. Говорит, молодежи нравится. Ну, им охота себя испытать, пройти, смогут ли они это. Впрочем, среднестатистического отдыхающего интересует именно удобство и дороги. В управлении предпринимательства говорят, развитие инфраструктуры туризма – дело общее, к которому имеют равные отношения исполнительная власть, владельцы здравниц, турфирмы и мы с вами. В первую очередь, мы сами, граждане, должны иметь сознание и понимать, что это наша история, это наша страна, это наша малая родина. Для справки. За этот год общий объем оказанных туристских услуг вырос в регионе на 6%. В управлении предпринимательства комментируют – маловато. Игорь Нидорор, Ирмик Мухамедзеров, Костанайская область, 24КЗ. И последняя информация. В Астане проходит чемпионат мира под дзюдо среди мужчин и женщин. Это главное событие года в жизни летних видов спорта в нашей стране. Свыше 700 спортсменов, а это представители более 120 стран, поборются за медали в 7 весовых категориях. Также состоится командное первенство. Чемпионат мира проходит в преддверии Олимпийских игр. За победу можно получить максимальное количество очков и войти в число участников Олимпиады в Рио в 2016 году. В стартовый день определятся победители в категории до 60 килограммов у мужчин и до 48 килограммов среди женщин. Казахстан представляет первый состав национальной команды. В борьбу вступят чемпион мира 2010 года, чемпион азиатских игр Ельдо Сметов и многократный призер международных турниров Рустам Ибраев. Среди девушек нашу страну сегодня представят Александра Подрядова и отгон Цецек Галбадрах. Чемпионат будет проходить до 30 августа. На этом все. До встречи в следующем часе.